Вы смотрите новости дня на канале ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте! Добрый день, Иван. Сегодня 983 школы в регионе торжественно принимают учеников. В одном только новосибирских школьников в этом году на 8 тысяч больше, чем в предыдущем. У каждого учебного заведения готов паспорт объекта, а это значит, что и ремонты закончили, и дорожную проезжую часть привели в соответствие со всеми правилами безопасности. А в двух школах региона первые звонки прозвучали непосредственно 1 сентября, несмотря на воскресный день. Так в новосибирском микрорайоне Стрижи построили новое здание, старая школа, которая больше полувека не справлялась с нагрузкой. Вместе с вашим обращением я попал к Владимиру Владимировичу Путину, и он поддержал мою просьбу. Средства были в кратчайший срок выделены, а строители фактически в невероятно короткий срок провели огромный объем работ. Потому что здесь не только новая пристройка, не только расширение, создание новых классов и лабораторий, а фактически был полностью проведен капитальный ремонт старого 50-летнего здания. И сегодня Стрижи получают фактически новую школу со всем оборудованием и инфраструктурой. В обновленных классах начали заниматься и школьники села Бурмистрово, это в Искитимском районе. До сегодняшнего дня там учились в две смены. Теперь решен не только этот вопрос. В школе обустроили новые мастерские, спортивный зал и столовую. А кроме того, губернатор вручил сертификат на приобретение оборудования для кабинета технологии в размере 500 тысяч рублей. Более подробно о Дне знаний, который сегодня главная тема дня, расскажу уже в вечернем выпуске новостей. Иван. Спасибо, Андрей. И в продолжение темы с торжественной линейки сегодня начался день не только у школьников, но и у студентов высших учебных заведений. Так, более трех тысяч студентов с ГУПСа познакомились со своими сокурсниками и преподавателями. Подробнее готов рассказать наш корреспондент Дмитрий Антипов. Дмитрий, добрый день. Вам слово. Здравствуйте, коллеги. 3 150 первокурсников начали свою учебу в Сибирском государственном университете путей сообщения. На Дне знаний им торжественно вручили их студенческие билеты и провели экскурсию по учебному заведению, в котором они проведут следующие пять лет, после чего уже отправятся на работу в российские железные дороги. Помимо этого, в университете открыли несколько новых точек, такие как площадка для мини-футбола, каворкинг в студенческом общежитии и новая лаборатория, где можно в миниатюре построить различные конструкции, такие как железнодорожные мосты и сразу же провести испытания на прочность. Подробнее обо всех нововведениях 2019-2020 учебного года в СГУПСе я расскажу в вечернем эфире новостей. Коллеги. Спасибо. Дмитрий Антипов о торжественной линейке в университете путей сообщения. Учителя тоже люди, хотят пользоваться соцсетями и красиво одеваться. Это поняли в Министерстве просвещения страны и в преддверии нового учебного года опубликовали свод рекомендаций для педагогов. Что можно выкладывать на свои странички без опасений, в чем ходить на работу и какие тексты к публикациям под запретом, все это можно найти в новом кодексе. Алина Штоколова выясняла, так ли необходим этот документ и как сами учителя восприняли нововведение. Недавно мы с ребятами вспоминали, как же я была одета на свое первое сентября. Первый раз я надела этот пиджак и соблюдала все рабочее время деловой стиль одежды. Блузочки, кофточки. Черная блузка с высоким воротником, пиджаки, ничего короткого и прозрачного. Маргарита Ковалева признается, дресс-код учителя впитала с молоком матери. Она тоже педагог. Когда девушка пришла в школу учить детей английскому, никаких трудностей с выбором одежды не испытывала. Говорит, деловой стиль помогает детям сосредоточиться на предмете, а педагогу быть уверенным, что он подает хороший пример. Это касается и жизни учителя в целом. Однако все хорошо в меру, считает Маргарита. Если учителя идут на пляж с детьми, с друзьями, это не значит, что они должны, простите, прятаться по кустам, а вдруг меня увидит ученик, а я в купальнике. И не будем же мы ходить в халате на пляж или как-то еще. Мы же тоже люди, тоже хотим отдыхать, также ходить в бассейны открытые. После волны увольнения учителей, публиковавших свои фото в купальниках, среди коллег начался переполох. Люди просто не понимали, что теперь можно выкладывать на всеобщее обозрение, а что лучше никому не показывать. Чтобы снять с повестки эти вопросы, Минпросвещение опубликовало свод правил поведения педагогов в соцсетях. Преподаватели не должны публиковать посты с рассказом о способах самоубийства, пропагандировать алкоголь и наркотики, а также использовать нецензурную брань. Но про купальные костюмы там ничего не сказано. А в нашей стране разрешено все, что прямо не запрещено. Тем не менее, наученный Горькин опытом учителя, даже будущее, строго контролирует контент своих страниц. В Инстаграм я выкладываю фотографии с учебы, фотографии с работы, фотографии с прогулок. С друзьями, например, сходили в театр, сходили в музей, сидим, пьем кофе в новооткрывшемся конферене. В общем, что-то такое нейтральное, позитивно нейтральное. В Новосибирском педуниверситете в этом году организовали специальный проект. Будущих учителей учили общаться с детьми и коллегами, краситься, одеваться и, конечно, вести себя в соцсетях. Почти четыре месяца с ними работали стилисты, визажисты, психологи. Глядя на ребят в коридорах вуза, несложно понять, что им такой курс действительно необходим. Вот эта некоторая строгость в линиях, в сочетаниях одежды, в цветовом гамме, она была в новинку. То есть она была то, что открывалось ребятами. Это была нетипичная их одежда на повседневную жизнь. Задача была, чтобы это было их естественным ощущением собственного бытия и не было как на корове седло. В каждой школе есть свои рекомендации для учителей. Что надеть, как себя вести, но многие преподаватели уверены, все идет из головы. Стиль поведения в соцсетях – это обычная этика и культура общения. И не важно, кто ты по профессии. К слову, за страничками учителей родители и дети следят гораздо строже, чем руководители образовательных организаций. Приходят ко мне, предъявляют, что как может учитель такое публиковать. Хотя по большому счету ничего, учитель находится на отдыхе. Он даже не в купальнике, а просто в шортах, совершенно нормально на фоне. Но бывает и такое. Мы должны понимать степень ответственности. Да, это моя частная жизнь, но я всегда должен помнить о том, что мою страницу могут увидеть другие люди. Так что рекомендации Минпросвещения просто напоминают учителям о том, что по сути касается каждого из нас. От того, как ты выглядишь и как ведешь себя в соцсетях, зависит и репутация, и хорошая должность. Современные работодатели часто просматривают аккаунты соискателей. Алина Штоколова, Александр Ведерников, Новости ОТС. Скейт-площадка, памятник трамваю и новые пешеходные дорожки. Сквер за оперным театром в Новосибирске ждут большие перемены. Концепцию благоустройства уже разработали, сейчас в нее вносят правки. По плану территорию должны обустроить в европейском стиле. Даже ограждения, которые устанавливают по проекту безопасные и качественные дороги, намерены убрать. Парковок, указанных в первоначальном варианте концепции, также не будет. Кроме того, за оперным театром появится новое освещение, а в центре сквера поставят памятник трамвая номер 13. А накануне все желающие могли посадить свое дерево в будущем сквере дубы и сирени. Ну теперь придется приходить, проверять, как свое дерево поживает. Да, да, я даже думаю, муж будет заезжать поливать дерево. Будем проверять, мы здесь гуляем по этой тропинке с собакой, да. Так что мы будем проверять. Вот женщины еще не познакомились, будем обязательно здесь гуляем. Мы очень рады, что вот здесь появляются новые деревья. Ушедшее лето порадовало не только любителей пляжного отдыха, но и дачников. Благодаря теплой погоде садоводы получили хороший урожай, а селекционеры семена сразу трех – культурные испытания. Рута Келлер расскажет подробнее. Жаркое и почти засушливое лето – хорошо для тех, кто любит отдыхать. Дождям, как правило, радуются дачники, которые каждый выходной спешат поливать и пропалывать огород. Но селекционеры решили исправить эту природную несправедливость и создали новый сорт томатов. Он не только не требует частого полива, но и неприхотлив в уходе. Полуштабового типа роста – это значит, что его не нужно. Не посынковать, не подвязывать. Он прекрасно растет в открытом грунте. Посадил при минимуме ухода. Вот получается такой достаточно высокий урожай. То есть такой сорт для ленивых? Да, можно так сказать, для занятых. Это более правильно. Выводить новый сорт начинала еще Валентина Николаевна Губко, знаменитый сибирский селекционер, подаривший садоводам десятки популярных сортов томатов. Чтобы закончить эту работу, ей не хватило совсем чуть-чуть. Отсюда и название сорта – в памяти Губко. Самые крупные первые плоды достигают массы до 300 грамм. Их можно употреблять в свежем виде. Следующие плоды уже помельче идут – 100-150. Это великолепная засолка получается. Очень вкусный густой сок. Богатая грядка – такое название получил новый сорт огурцов из-за высокой урожайности. В течение сезона можно собрать до 30 ведер. А два посаженных растения вполне закроют потребности небольшой семьи. 8-10 сантиметров в длину. И хорошо смотрится в баночке, хрустящий, без пустот. Традиционная русская рубашка, то есть крупная бугорчатость, белые шипики. То есть очень аппетитно смотрится. Устойчив к бактериозу, относительно устойчив к ложным мученистеросек, корневым гнилям. То есть достаточно такой приятный огурчик в дополнение к нашему предыдущему ассортименту. Прекрасно дополнит богатую грядку памяти Губко абсолютный фаворит среди душистых трав. Его еще называют овощным парфюмером. Сибиряк с итальянскими корнями. Базилик – яшка цыган. Приправа, приготовленная из базилика, выращенного собственными руками на даче, намного ароматнее и вкуснее, чем купленная в сухом порошке в магазине. Поэтому нужно выращивать базилик, несмотря на то, что он такой теплолюбивый. У нас за сезон получился 2 килограмма с метра квадратного ароматной зелени. То есть это достаточно хороший урожай для нашего сибирского короткого лета. Ну тут, конечно же, и погода поспособствовала. Было сухо, тепло, а базилику того и надо. Все новинки сибирские ученые уже передали на испытания в государственный реестр. Но если сорта помидоров и огурцов дачники увидят не раньше, чем через два года, то семена базилика можно будет приобрести уже в феврале 2020-го. Рута Киллер, Николай Ильичев, Новости ОТС. И в завершение о спорте. Новосибирский тхэквандист стал победителем первенства мира. Турнир прошел в болгарском городе Пловдив. Данила Александров стал лучшим в весовой категории свыше 70 килограммов. В соревнованиях приняли участие более 900 спортсменов из 78 стран мира. Всего новосибирцы на чемпионате и первенстве мира под хэквандо ИТФ завоевали 9 медалей. Одна из них золотая, еще по 4 серебряные и бронзовые. Сборная России в общем зачете стала второй, уступив только родоначальникам этого вида спорта команде Северной Кореи. И на этом пока все. Слушайте новости региона на Первом областном радио 54, на 106,2 в Новосибирске и 103,1 в Багане. Итоги дня подведем в 20.30. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»